Жизнь на оккупированных территориях, фактически, ну прямо на войне. Вдумайтесь, сотни тысяч людей пытаются выживать. Пытаются выживать прямо сейчас. Как им это удается? Дневник обычной горожанки в Донецке. Вот такие взрывы сопровождают нас целый день. Сейчас половина четвертого. Мы только что пережили минометный обстрел. Вот сидим на полу в коридоре. Сердце стучит. Мы просто в шоке. Этот голос одной из тех, кто остался в оккупированном Донецке. Семья Наташи не смогла эвакуироваться. Вместе с мамой и бабушками уже два месяца живет под обстрелами. Они почти не выходят на улицу, боятся. Вы не сможете увидеть их лица. Любые съемки в Донецке – это уже опасно. Жизнь в четырех стенах сводит с ума. Уже не знаешь, какой день недели. Не понимаешь, как быстро или как медленно течет время. И скоро будешь путать день с ночью. Так необычно выглядят наши окна. Крест-накрест мы заклеили окна для того, чтобы, когда будет обстрел, это хоть как-то спасет нас от осколков и от разбитого стекла. Когда в городе начались боевые действия, то выяснилось, что Донецк совершенно не готов к войне. В нашем районе нет ни одного бомбоубежища, хотя на сайте городского головы целый список. У моего одноклассника есть везде подвал. Как только мы узнали о том, что бои могут переместиться в наш район, мы решили, что нужно подготовить это помещение. Это обычный подвал, который рассчитан, наверное, человек на 40. Свечи, спички, вода, стулья – это пока все, что удалось принести Наташе и ее друзьям в подвал, который стал бомбоубежищем. Да, и еще этот приемник. Говорят, хотят быть в безопасности, но не в изоляции. Всю неделю Донецк обстреливали. Снаряды попадали в дома, в машины. В этой сгорели трое. Кому-то может показаться, где-то гремит гром, но местные эти раскаты ни с чем не перепутают. Сейчас около 8 утра, и нас разбудили жуткие взрывы в самом центре города. Пытаюсь поднять окно, чтобы понять, что происходит на улице. После того, как мы слышим взрывы, я всегда захожу в социальные сети в перекличку. Нам просто необходимо понять, где взрывается и насколько опасность далека от нас. Тут могут выкладывать фотографии. Но вот эта крепкая дверь во время последнего обстрела просто перестала закрываться, потому что она стучала в такт летающим снарядом и разрывающимся мином. В узком коридоре стулья, одеяло, подушки. Это примитивное укрытие соорудили на скорую руку, если вдруг не успеешь во время обстрела добежать до бомбоубежища. Вообще война расставляет все по своим местам. Именно сейчас можно проверить на прочность дружбу, любовь и родственные связи. Обидно, когда люди, сбежав отсюда, избегают даже сообщений. В слезах звонила одногруппница, голос дрожал от предстоящей бомбежки. С этого момента прошло дней пять, а переживательная подруга даже не написала, чтобы узнать, жива ли я. Сейчас здесь каждый сам за себя. Чтобы спастись в осажденном городе, нужны запасы. Запасы всего. Лекарств, воды, еды. Полная ванна и 15 банок технической воды – здесь настоящее богатство. А это последний бутыль фильтрованной воды. В Донецке уже нигде нельзя купить чистую питьевую воду. Это наши запасы еды. Это все, что осталось. Из моей большой семьи каждый вынужден находиться в бесплатном отпуске. И сколько он продлится, никто не знает. В крошечной квартире, где прячутся четыре женщины, устойчивый запах корвалола. Каждый день – стресс. В их подъезде остались всего три семьи. Пустые дворы, осиротевшие детские площадки. Оживлены разве что в центре, куда террористы свезли сгоревшую технику украинской армии. Местные приходят поглазеть. Но многие смотрят на происходящее только из окон. И дело тут даже не в безопасности. Просто нет сил из-за дня в день сталкиваться с новой действительностью, жестокостью и агрессией. В глазах продолжают стоять слезы. На днях бабушка пошутила, что она была ребенком войны, а теперь снова как бы в детство возвращается. Такое слышать невероятно больно. Каждый день пытаюсь защитить бабушек от этих мыслей. Мы не даем им опустить руки и упасть духом. А это наш особый уголок. Мы специально здесь поставили эти иконы, потому что верим, что это нас спасет. Здесь мы беспрерывно молимся во время обстрелов. Сейчас зашла на страничку своего университета. И в университете моем говорят о домашнем обучении в течение всего первого семестра. Контрактникам даже разрешают пока что не оплачивать первое полугодие. Пусть в углу тревожные чемоданчики, забитые теплыми вещами, документами и лекарствами, на столе стоит свежий букет. Сегодня у моей бабушки день рождения. И мы даже осмелились выйти на улицу для того, чтобы купить ей цветы. Правда, по дороге на рынок мы слышали минометный обстрел. Или по окраинам города. Наташа перестала строить планы. За время блокады она научилась жить одним днем. Как и сотни тысяч жителей Донецка. Елена Механик. Подробности недели. Телеканах внутрь.